Всем привет! Сегодня я вместе с другом поеду в областной спид-центр, который находится в Москве, сдать кровь из вены и проверить свой ВИЧ-статус. Делаю я это раз в год, это нужно, это важно, и почему именно, расскажу чуть позже. Та-дам! Вот так сегодня поеду. Вот в таком классном свитере. Как вам? Областной спид-центр находится на станции метро Проспект Мира, оттуда еще идти пешочком минут 10. Не нужно бояться слова спид-центр, это вполне нормально. Постараюсь снять вам дорогу, ну и сам центр изнутри, если получится. На улице 2 градуса мороза, я в зимней курточке, и я готов к труду и обороне. Пожелайте мне удачи! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я нахожусь, как я уже говорил, на Проспекте Мира, позади меня серый вот этот длинный забор. Здесь раньше стоял спорткомплекс Олимпийский, теперь его сравняли с землей, ничего нет. Что на его месте будет, я не знаю, не читал, не гуглил. Так что вот он, исторический момент чего-то нового. Ну, ребят, мы почти дошли до места, до пункта назначения. Сейчас придем, зарегистрируемся, сдадим кровушку, и все будет прекрасно. Все, пришли. Ну, перед нами здесь человек десять в один кабинет, так что просидим мы тут час-полтора. Мы просидели три часа в очереди. Каждого пациента принимали по 15-20 минут. Я и мой друг отстрелялись, буквально две минуты пробыли в кабинете, и все, сдали кровь. Будем теперь ждать, когда, во сколько, чего объявят результаты. Надеюсь, все хорошо. Для некоторых слово спид-центр или ВИЧ-инфекция может звучать ужасающе, но поверьте, в этом нет ничего страшного. Как я уже говорил, этот ютуб-канал часть моей жизни. Здесь я делюсь ею с вами. То, чем я занимаюсь, куда я хожу, с кем я общаюсь, как схожу с ума. Также я решил поделиться информацией о здоровье. А именно, почему я каждый год сдаю тест на ВИЧ-инфекцию. Ответ вполне ясен. Я забочусь о своем здоровье и стараюсь следить за ним во всеоружии. Сдать кровь раз в год, это, мне кажется, самое легкое, что вы можете сделать для себя любимого. Так вот, в областной спид-центр я приезжаю раз в год, сдаю кровь из вены на наличие инфекции. Также я сдаю два раза в год экспресс-тесты. Это кровь из пальца на наличие той же самой ВИЧ-инфекции, на наличие гепатита С и сифилиса. К сожалению, мы живем в таком обществе, где не каждый несет ответственность за свою жизнь и за жизнь окружающих его людей. Сдать кровь раз в год, неужели это так сложно, чтобы точно знать, что с тобой все хорошо? Даже если вы считаете, что заражение исключено, потому что у вас один партнер всю жизнь, вы не изменяете друг другу, то все равно есть вероятность. Заразиться вы можете от нестерильной иглы, к примеру, когда вам делают пирсинг, татуировку или какую-нибудь вакцину или прививку. Конечно, это ничтожный процент, что вы можете заразиться, но я советую, рекомендую и призываю все равно сдавать анализы на наличие инфекции. Это очень важно. Это же ваше здоровье. Никто, кроме вас, не будет о вас так беспокоиться. Мне не стыдно об этом говорить, поднимать эту тему, потому что это важная часть жизни любого человека на Земле. Через две недели будут результаты, и я узнаю, все хорошо или все нехорошо. Но даже если нехорошо, если меня сейчас смотрят люди, которые ВИЧ-инфицированы, то на этом жизнь не останавливается. Вы просто будете пить таблетки всю свою жизнь, поддерживать свою иммунную систему. Все, у вас также останутся ваши проблемы, ваши тараканы в голове, долги, кредиты и тому подобное. Ни в коем случае нельзя ставить на себе крест вне зависимости, от чего вы болеете. Здесь я процитирую Ольгу Бузову и скажу, что жизнь одна. Кайфуйте. Делайте то, что вам нравится. Надеюсь, этот выпуск был полезен. Я рассказал о том, что ежегодно сдаю кровь, проверяюсь на наличие разных болячек. Это очень важно. Надеюсь, вас тоже что-то сподвигнет, и вы начнете обращаться к своему здоровью с нежностью и лаской. Спасибо большое всем за просмотр, за то, что вы со мной. Я вас всех люблю, целую и обнимаю. Увидимся с вами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok